Итак, наше первое русскоязычное интервью, которое мы сделаем здесь на Евровидении в Баку, это Паша Парфене, которого вы уже, наверное, знаете. Привет. Представитель Молдовы. Итак, Паша, у тебя вчера была первая репетиция, что ты можешь сказать о ней? Все задачи, которые были поставлены перед нами, мы выполнили первую репетицию. В основном сделаны звуком. Звуком я доволен в этом действии. В огромной проценте. В общем, все хорошо. Есть пару вопросов относительно экранов, изображения на экранах. Но, в общем-то, настроено оптимистично. Распределенность этих танцоров – это балет «Любовники», правильно? Украинский? К слову сказать, женская половина получается выступает с этого балета, мужская половина этого балета выступает с каидами из Баку. Это тот же состав, который был на национальном уборе или какие-то изменения были? Тот же состав, совершенно идентичен. Небольшие изменения вы внесли в хореографию. Но, в общем-то, основные изменения, я думаю, будут в том, в моем образе, в моем отношении. То есть, в чем вы? Да, безусловно, вот меня любит другая конституация. Ну и мой образ, в мое отношение к песне. Ну вот и расскажи, как ты вот хочешь суть песни передать через номер? Ну, в общем-то, песня достаточно какого-либо, в принципе, характера, ироничная какого-либо, ирония подобных образов. То есть, музыканты, которые свято верят в какой-то, в какой-то свой талант, и в том, что его, не знаю, какие-то способности помогут ему завоевать сердце. Вот подобные, я думаю, love story, любовные истории встречаются в любых культурах и подобных персонажах, которые, в общем-то, и представляют. И я думаю, можно найти их во многих всяких, в национальной культуре. Вот, и вот так, получается, вокруг меня, я просто не замечаю, вокруг моего образа, которым я пою, уже куча девушек, но он не совсем это понимает, не совсем понимает, зачем он любит эту девушку, не совсем понимает, как добиться его сердцу, но он очень, в самом деле, эксперимент. Отлично. Есть ли у тебя фавориты из других песен конкурсантов? Из чистых эгоистических соображений я бы не делал, честно скажу, я бы не делал какую-то открытую рекламу или антирекламу кому-нибудь. На мой взгляд, вообще основываясь на каких-то предсказаниях, по-многому это, в общем-то, те же мейкеры, они меняют такое поведение и иногда дезориентируют, как такую музыку, которую и зрители как такового, и направляют его, да, против течения музыки, вкусов и так далее. Был же в Евроклубе? Еще не успел, к сожалению. Отлично, ждем в Евроклубе. А будут ли какие-то вообще выступления планируются где-то здесь во время Евронедели в Баку? Вечеринки у нас в Молдавске не запланированы. Гости на других вечеринках? Да. И я думаю, что к этому всему мы будем относиться в таком плане, в таком, что я возьму гитару и пользуюсь любой возможностью, где-то здесь в прошлом зрении, где бы это ни было. Пускай там был комплекс, не важно, какой-то печейки, в Евроклубе. И, в общем-то, да, не думаю, что законно здесь не будет песен. Игорь Нечко, поведение. Ты говорила, что у тебя есть румынская версия песни. Можешь спеть отрывок из нее на румынском языке? Да, конечно. Отлично, отлично, отлично. Желаем удачи, еще обязательно увидимся здесь. С нами был Паш Парфений. Спасибо. Пока.